Глава администрации президента на Фондоке. Сначала визит в фирменный магазин, затем на производство. Львиная доля выпускаемой продукции – фанера. На ее производство приходится 66% всех мощностей. Это единственное предприятие, которое поставляет фанеру в Соединенное Королевство. Игорь Сергеенко отмечает, на предприятии нет оттока кадров. Напротив ощущается приток молодых специалистов. Ценовая политика и качество изготавливаемой продукции поражают воображение. На протяжении ряда лет, лет 10 назад, это считалось достаточно сложным проблемным предприятием. Сегодня оно работает достаточно стабильно, даже в условиях, когда просели внешние рынки. Следующий пункт назначения – белшина. На заводе СКГШ главе администрации президента продемонстрировали, как изготавливается продукция, востребованная на большегрузных карьерных самосвалах. Промгигант имеет экспортные портфели со всем миром. Запущена первая очередь проекта по производству шин для белазов до 450 тонн. Сегодня работает достаточно ритмично. Новое руководство предприятия, которое было назначено указом главы государства буквально полтора месяца назад, сформировало свою программу по выходу на новые горизонты. Достаточно спокойная рабочая обстановка. Не остались без внимания и личные вопросы. Работники предприятия без стеснения поднимали волнующие темы. Одних интересовала стабильность экономики, других – наличие рабочих мест. Игорь Сергеенко внимательно рассмотрел каждое обращение. И как будет? Такая же почная ситуация или что-то будет? Обстановка в стране, она будет всегда. Вот такая же стабильность. Это зависит и от нас с вами. Это зависит от власти. Это зависит от общих совместных усилий. Помимо предприятий города, Игорь Сергеенко посетил 34-ю школу, Бобруйскую городскую детскую больницу. Ее строительство на финальной стадии. Выполняется ремонтная работа на самом высоком уровне. Там будет оказываться всевозможная помощь нашим маленьким пациентам. После поручения президента глава администрации изучил перспективу строительства новой школы в 7-м микрорайоне. Напомним, этот вопрос прозвучал еще в апреле во время посещения Александром Лукашенко в фабрике «Славянка». В целом я бы хотел отметить, что город и трудовые коллективы, несмотря на имеющиеся трудности, проблемы, живет полноценной, рабочей, спокойной жизнью. Да, людей волнуют многие житейские вопросы, на которые руководство города в состоянии дать ответы, оказать посильную помощь, решить те или иные проблемы. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.